Привет, народ! Сегодня я не буду ходить вокруг да около и сразу скажу, что то, что вы увидели в названии ролика, ни в коем случае не прикол, как я люблю делать, а настоящий анализ того, почему Грот может стать главным злодеем этого сезона. А именно богом скорости, Савитар. Первое, что я хочу сказать, так это то, что сценаристы сериала обещают твист, который люди пока не могут предугадать, ибо прямых намеков на него они в сериале не давали. Они также обещают, что твист будет отличаться от того, что мы видели в первом и втором сезоне, а это явный намек на то, что в этом сезоне не повторится история с тем, что кто-то из команды в будущем предаст всех и станет злодеем. Барри Аллен, Джулиан Альберт или HR не подходят под слова актеров и сценаристов, ибо твисты с ними уже давно ходят по сети, то есть предугаданы, а сценаристы говорили, что они читают теории фанатов и вряд ли бы стали так нагло врать, что типа, ребята, вы удивитесь. Ведь вспоминая историю с Зумом, там Кац не говорил, что вы прям будете удивлены. Они говорили, что раскрытие Зума будет странным событием для героев и поставит фанатов в логический тупик, что твист и сделал. Фанаты предугадали твист с Джейм Гариком Хантером Соломоном, но их не оставило в покое то, как он смог все это провернуть. А также каждый из троицы будет повторением схемы член команды главный злодей сезона. Но кого же фанаты забыли и просто не воспринимали всерьез, как возможную личность, кто не подходит по схему первого и второго сезона? Конечно же, Горелла Грот. Некоторые люди пробовали разузнать у меня, про кого же будет теория, и я их просил угадать. И только откинув все возможные варианты, они приходили к Гроду и сами удивлялись, что даже подумать о таком повороте было бы трудно. Так что можно сделать вывод, что такой персонаж как Грод отлично подходит не только под внезапный и шокирующий твист, о котором все молчат, но и также ломает схему предыдущих сезонов. Но помимо этого, у меня есть также аргументы именно из сериала «Почему Грод — это Савитарь». За помощь в нахождении различных скрытых намеков спасибо двум моим подписчикам. Силы Грода и Савитара очень похожи. Если откинуть силы спидстеров, то Савитар и Грод — это телепаты, которые способны читать чужие мысли, способны управлять и подчинять людей своей воле, и также разговаривать с человеком с помощью телепатии. Интересный момент в том, что стиль речи Савитара и Грода очень похож. Они говорят пафосно и не всегда конкретно. Это, конечно, уже высасывание из пальца, но совпадение лишь, что Грод и Савитар — любители порычать. Ха, решать вам. Савитар считает себя богом, что намекает на его самовлюбленный характер, который говорит о том, что он считает себя сильнее других жителей Земли. Грод впрямую в сериале не говорил, что считает себя богом, ибо это было бы прямым намеком на личность Савитара, но по его речи и поведению мы понимаем, что он считает себя выше других, считает себя великим лидером. Он уже был королем Горилла Сити и следующей его стадии — стать богом для жителей не только Земли, но и всего мультиверса. Савитара имеет свой культ, который поклоняется ему. Да, это канон Савитара, ведь и в комиксах Дефе он имел культ, но и у Гориллы Грода в Нью-52 были некие последователи, которые были верны некой молнии. Вообще, история противостояния Гориллы Грода и Барри в Нью-52 очень интересная, так что рекомендую к прочтению. Скажу так кратко, что молнии поклонялись всех жителей Горилла Сити и ждали появления некого посланника с молнией на груди, которым оказался Барри, но Грод сам хотел стать этим посланником и постепенно научился обладать силой Спитфорса. Позже по сюжету он и армия Горилл нападают на Централ Сити, но Барри побеждает Грода и отправляет в заточение внутрь Спитфорса. Чуете совпадение, да? Савитар говорил, что команда отняла у него все и что он готов отомстить всем и к тому же Барри Аллену, называя именно себя его главным врагом, намекая нам на его повышенное чувство собственной важности. Грод был злодеем в сериале Флэши на протяжении трех сезонов, появившись в конце первого сезона, в начале второго и в середине третьего. Каждый раз Барри переигрывал Грода, лишь манипулируя им эмоционально и отбирая у него все то, что он любил. Именно команда отняла у него свободу, его отца отняла у него родную землю, а потом и не дала стать королем города на другой. У Грода накопилось гнева больше, чем у кого бы это ни было, из сериальных злодеев. Савитар также говорит, что у него на Кейтлин большие планы, а как мы помним, то именно ей Грод доверял больше всего. Есть еще кое-что. Савитар сказал, что знает все то, что произойдет дальше, ибо переживал все это на данный момент. Но как это может знать Грод, если он в тюрьме Аргуса? А все просто. В игру вступает HR. Савитар называл его фейк Уэллсом не случайно, ведь те же самые слова сказал Грод во втором сезоне, когда Харри прикинулся Уэллса Толном, чтобы обмануть его. Самое интересное, что в 18 серии HR куда-то уходил, и по его словам он встречался с некой подругой. Но как мы помним, Джулиан оправдывался точно так же в одной из серий, когда на самом деле шел на встречу с последователями культа Савитара. Возможно, что HR в 23 серии находится на крыше, как подстраховка для Савитара на случай, если Барри обезвредит его. То HR доплет Айрис из пушки. Так вот, если Грод получил доступ над его сознанием, то он спокойно может наблюдать за всем тем, что происходит внутри команды. Поэтому он и сказал, что пережил все это. Самое странное, это костюм. Мы не знаем для каких целей, как и где он был создан. А что если HR как раз ходил в Аргус, конечно же как-то тайком, чтобы помочь Гроду создать его. Если мы не забыли, то у Грода сверхинтеллект, который способен сконструировать такой костюм для определенных целей. А материалом могли послужить артефакты доминаторов, которые Аргус успешно поместил в свое хранилище. На самом деле Аргус это ключевая деталь, из-за которой я и делаю эту теорию. Дело в том, что недавно были слиты кадры со съемок 22 серии Флэша. И там, как мы видим, Барри, Циска и Лайла входят в Аргус. Как вы понимаете, это 22 серия третьего сезона. И она никак не может быть филерной. А значит, что возможно, именно в ней мы увидим, как Грод создаст сам себя. А именно Савитара, бога скорости. Самое интересное, что по размерам Грод и Савитар, ну, очень похожи. С исключением кое-каких деталей. Тем более, костюм Савитара очень громоздкий для обычного человека. И удар по плечу, его же клинком от рук Джесси в 16 серии, не должен был нанести ему какую-то боль. Так как клинок вошел неглубоко. Но Савитар в итоге все-таки испытал боль. Хотя это глупый аргумент. Ибо мы не знаем, как устроен костюм изнутри. И напоследок. Дело в том, что Савитар и Грод говорили фразы, которые по сюжету идентичны между собой. А точнее то, что Барри Аллен не убивает своих врагов. Вспомните, что говорил Грод. И что говорил Савитар. Их слова не идентичны, так как это было бы слишком прямым намеком. Но несут определенно один и тот же смысл по отношению к Алену, что он не смог его убить и не сможет никогда. Вроде рассказал все, что хотел. Но на самом деле мог что-то и забыть, упустить. И если вы хотите помочь данной теории, то пишите в комментариях, Какие еще сюжетные моменты могут связывать Гориллу Гродо и Савитара? Лучший комментарий, дающий дополнительный аргумент, будет закреплен в комментариях, а возможно даже засветится в следующем видосе с теориями. Так что дерзайте. Да, я запустил какой-то интерактив. Чтобы вам было интереснее. Ладно, с вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. А также делитесь этим роликом со своими друзьями. Всем удачи, пока, береги тебя. Пока-пока.